Разумный человек, правильно ознакомившись с шариатом, поймёт, что всё, что есть в нём – запреты, обязанности, права – идеальны для формирования правильного общества. Женщина обязана носить никаб или хиджаб. Мужчинам запрещено без причины смотреть на посторонних женщин. Жене нельзя без разрешения мужа выходить на улицу. Муж обязан запрещать жене выходить на улицу, украсившись или надушившись. Эти и многие другие постановления показывают, насколько шариат ценит и хранит чистоту в обществе, в частности, в семье. Аллах, Свят Он и Велик, сделал мужчину главным в семье. Он говорит в Священном Коране «Мужчины руководят женщинами» – сура ан-Ниса, аят 34-й. То есть обладая правом повелевать им и запрещать, а также обеспечивая их и проявляя заботу и защиту. Забывать о том, что ты повелеваешь и ты запрещаешь, не обращая внимания на то, как ведут себя твои женщины – большой грех. Такого человека пророк миром и благословения назвал Дайюз. Он миром и благословения упомянул Дайюза в нескольких хадисах. В одном из них сказано «Аллах сделал рай запретным для трех категорий людей – распивающего спиртное, вредящего своим родителям и Дайюза, который молчит при виде мерзостей в своей семье», – передали имам Ахмад и Ан-Насаи. Под семьёй имеются в виду близкие родственницы, а под мерзостью – прелюбодеяние и то, что влечёт к нему. Это мы называем ревностью. Окружавшее нас с детства медиапространство внушало нам, что ревность – это нехорошо, что ревность значит, что ты не доверяешь и так далее. Это неправильно. Как мы видим, это противоречит тому, чему нас учил пророк Мухаммад миром и благословения. Жена, дочь или сестра выходит на улицу, не покрывшись или нанеся на лицо что-либо из косметики или отправляет сообщение постороннему мужчину без нужды. На всё это ты не должен молчать. Если ты воспринимаешь это с равнодушием, значит ты ДАЮЗ. Посмотри на свои социальные сети, посмотри на свои аватарки, статусы. Почему ты выставляешь на показ своих женщин? Почему ты снимаешь и выставляешь в интернет то, как ты её любишь, то, как ты даришь ей что-то, то, как ты обнимаешь её, когда узнаёшь, что у вас родится сын? Не будь слабаком, не губи свой Ахэрат. Пойми, что ты не просто не войдёшь в рай, ты не почувствуешь даже запаха рая. Социальная сеть, в которой мы с нашими семьями сегодня живём, является основной причиной того, что мы, мусульмане, подпадаем под категорию ДАЮЗ. Наши жёны и дочери смотрят фильмы, любуются женоподобными актёрами и обсуждают их со своими подругами, слушают песни, смотрят клипы и следят за их страницами. Ты задумываешься над тем, в кого превращаются эти женщины и в кого они превратят своих сыновей? Разве они станут такими, как Куттус, Салахуддин, Аль-Парслан, Осман, Имам Шамиль, Умар Мухтар? Как думаешь? Причина такого поведения женщин и невоспитанности наших детей – наша безнравственность. Имам Аль-Газали сказал, в любой общине, где мужчины не обладают ревностью, женщины не будут сохранены. В книге «Тариху-ль-Мадина» передаётся, что когда бунтари с мечами в руках, с криками начали врываться в дом халифа, с подвижника Усмана, да будет доволен им Аллах. Его жена Найля захотела раскрыть часть своих волос, чтобы те не заходили в дом. Но Усман остановил её и сказал, «Завяжи свой химар, клянусь, твои раскрытые волосы намного тяжелее для меня, чем то, что они врываются в наш дом». Посмотри на этого мужчину, да будет доволен им Аллах. Он знает, что сейчас эти бунтари ворвутся к нему в дом и убьют его. В таком тяжелом положении раскрытая часть волос своей жены, которую могут увидеть посторонние мужчины, он видит более тяжелым. Это завещали нам наши праведные предки. Ревность – это твоя обязанность. Ревность – это основа не только сохранения чистоты в семье. Это одна из основ нашей религии. Как это пишет Аль-Мунави в своей книге «Фаидат-Уль-Кадир». Будь ревностным к семье и спаси её от адского огня. Будь ревностным к своим братьям, которых течение уносит непонятно куда. И больше всего будь ревностным к своей религии. Изучай её и защищай от языков её врагов, то уничтожит их Аллах. Один из учёных ислама передал такую историю. В Мекке жила одна очень красивая замужняя женщина. В один из дней, смотря в зеркало и видя свою красоту, она говорит своему мужу. «Знаешь ли ты кого-нибудь, кто, увидев это лицо, не потеряет голову?» Муж говорит «Да, Убайд ибн Умайр». Это был Табиин, праведник, передатчик хадисов, живший в Мекке. Жена говорит «Если ты разрешишь мне, я пойду и обворожу его». На что муж дал добро. Она пришла к Убайду, сидевшему в одном из углов мечети Аль-Харам, видя желающий получить ответ на шариатский вопрос, и тот её принял. Тогда женщина раскрыла своё прекрасное лицо. Это было словно появление на небе полной луны. Убайд обратился к ней со словами «О рабыня Аллаха, скрой своё лицо». Она ответила «Я влюблена в тебя». Убайд в ответ сказал «Я спрошу тебя кое о чём. Если ты ответишь честно, то я обдумаю твоё предложение». Она ответила «Что бы ты ни спросил, я буду честна». Он спросил «Если бы к тебе пришёл ангел смерти, чтобы забрать душу, тебя бы обрадовало то, что я совершил с тобой это?» Она ответила «Нет». Он спросил «Если бы тебя поставили в твою могилу и закопали, тебя обрадовало бы то, что я совершил это с тобой?» Она ответила «Нет». Он продолжил «Если бы наступил день, когда людям дадут записи с их деяниями, когда ты не знаешь, в какую руку дадут тебе запись, тебя обрадовало бы то, что я совершил это с тобой?» Она снова ответила «Нет». Затем он сказал «Так побойся Аллаха, который милостив к тебе и одарил такой красотой». Со слезами на глазах, полное раскаяние, она вернулась домой. После этой встречи она полностью обратилась к Аллаху. Её муж, который, вероятно, входит в категорию «Даюз», после этого говорил «Ох, этот Убайт, испортил мою жену, она каждую ночь была невестой, теперь стала монахиней». Я хочу задать тебе эти вопросы, моя сестра. Когда ангел смерти придёт к тебе, когда ты будешь лежать в могиле, тебя будут радовать эти фотографии, которые ты выставляла? Тебя будут радовать части тела, которые ты изменила, несмотря на то, что Аллах запретил тебе это? Будут ли радовать тебя те духи и косметика, которыми ты привлекала внимание посторонних мужчин?» «Побойся Аллаха, эта жизнь очень коротка, ангел смерти может посетить нас в любой миг». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok